Это новости на телеканале Губерния 33. В студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. Во Владимирской области установилась плюсовая температура, но любителей подледного лова это не пугает. Чтобы избежать трагедии, сотрудники МЧС вновь запустили акцию «Тонкий лед». Сами выходят на водоемы и проводят беседы с рыбаками. Сегодня спасатели выезжали на водохранилище «Содышко». Любителям зимней ловли выдали памятки с инструкцией, как вести себя, если лед не выдержит. Сами рыбаки уверяют, закрыть сезон планируют в ближайшие дни. Тем более, уже у многих есть негативный опыт. Был на Кляжне 28 декабря, это год 4 назад. Поплавал маленько, минут 40. Спасатели приезжали, вытащили. Спасатели объясняют, весенний лед самый коварный. Осенью под тяжестью человека он начинает трещать, давая шанс на спасение. А вот весной рыбак рискует провалиться в воду мгновенно. Помимо здоровья, за выход на лед весной можно поплатиться рублем. Сумма штрафа составляет от 800 до 4000. Некоторые водоемы уже вскрылись ото льда, то есть лед уже постепенно на некоторых реках уходит. На закрытых водоемах, как здесь сегодня проводили профилактический рейд на водохранилище Содышко, лед еще стоит. То есть толщина льда разная, от 50 до 70 сантиметров, но его плотность уже не такая, как зимой. Он становится рыхлым, и рыбакам уже опасно выходить на лед. К другим новостям. Во Владимире в течение этого года расселят 8 многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Об этом рассказал замглавы городской администрации Глеб Серегин. Всего новое жилье получат 128 человек. На сегодня, помимо того, что общий объем программы 1,3 миллиарда, тем не менее мы понимаем, что останавливаться нельзя, потому что дома не становятся менее аварийными от того, что есть финансированные федеральные или нет. Многоквартирные аварийные дома расселяются в очередности по мере признания их аварийными. То есть понятно, чем раньше дом, первый дом признан аварийным, вот он должен быть первым расселен. В мэрии напомнили, аварийными здания признает специальная комиссия. Она работает по запросу жителей или органов надзора ЖКХ. Только после проверки решается дальнейшая судьба жилого дома. Выводы комиссии жильцы всегда могут оспорить через суд. Отклонения от вертикали и горизонтали нет. Все хорошо и в целом требуется проведение незначительного ремонта. Жители могут быть с этим не согласны. Они обращаются в судебные станции. Суд может назначить судебную экспертизу. И в рамках судебной экспертизы уже появляются, ну то есть, или такое же заключение, или иное заключение. То есть тогда мы повторно возвращаемся к рассмотрению данного дома. Все для победы. Во Владимирской области активисты ОНФ и предприниматели продолжают помогать нашим бойцам. В этот раз в зону СВО передали разведывательный дрон, генераторы и даже внедорожник. Подробности расскажем далее. Современные дроны делают поле боя прозрачным, утверждают бойцы. Сегодня так называемые птички позволяют им видеть буквально каждый квадратный километр фронта. Все это без риска для жизни настоящих разведчиков. На данном этапе это расходный материал, но очень необходимый. Он, как правило, даже если за одно применение спасет человеческие жизни, это уже дорогого стоит. И огромное спасибо неравнодушным людям, которые помогают нам периодически в каждый отъезд. Мы им очень благодарны. По крайней мере, специальный отряд быстрого региона «Сунгирь» и управление Росгвардии по Владимирской области. Столь важную технику для бойцов СОБР «Сунгирь» закупили активисты регионального ОНФ и предприниматели из Судогодского района. Благодаря этим парням, которые служат и защищают Родину, мы можем работать, можем учить детей, можем сеять и собирать хлеб. Это парни, которые стоят у нас на передовой, которым мы очень обязаны. Ждали активистов и в этом военном подразделении. Гуманитарный конвой встречает разведчик с позывным «Чивос». Говорит, бойцы укомплектованы всем необходимым, но лишним снаряжения не бывает. Из Владимира им доставили аптечки и спальные мешки, тепловизоры и бензопилы. Использование бензопил нам необходимо для обеспечения прохода техники в труднодоступных местах. Привезли бойцам и самое необходимое – внедорожник УАЗ с установкой радиоэлектронной борьбы. В данном автомобиле высокая проходимость, что позволяет в условиях бездорожья выполнять поставленные задачи. Активисты уверены, такая помощь приблизит долгожданную победу. А пока готовят новый гуманитарный конвой из Владимирской области. Алексей Дудин, Евгения Волкова. Федеральный благотворительный фонд «Живи сейчас» вместе с региональным Минздравом провел во Владимире занятия респираторной школы. Это образовательный курс для врачей, которые оказывают палеотивную помощь в стационарах и на дому. Специалисты фонда привезли в областной центр современное оборудование и показали медработникам, как с ним работать. Все это поможет в лечении пациентов с спинальной мышечной атрофией и патологией легких. Также в реабилитации больных после тяжелых инсультов. Всегда относятся палеотивные пациенты, особенно с нейромышечными заболеваниями, у которых на поздних стадиях развивается дыхательная недостаточность. Акцент на выявлении показаний у таких пациентов для начала респираторной поддержки, подбора маски, оборудования, настройки аппарата, что очень важно для комфорта и облегчения страданий таких пациентов. Курс лекций и мастер-класс провели на базе Центральной городской поликлиники. В занятиях приняли участие анестезиологи, пульмонологи, терапевты и педиатры из разных районов области. Это длительная работа врача. Во-первых, определение степени дыхательной недостаточности, определение вида дыхательной недостаточности и, естественно, подбор соответствующего аппарата. У нас в области, в отдельных кабинетах и отделениях есть такое оборудование, и даже это оборудование выдается на дом. Врач должен сам уметь обращаться к этим аппаратам, а также научить родственников. Продолжаем наш выпуск. Во Владимир из Сочи вернулись участники Всемирного молодежного фестиваля. На образовательной площадке «Сириус» они провели семь дней. Одним из первых впечатления поездки услышал глава региона Александр Авдеев. Подробности в нашем следующем материале. 190 стран и более 20 тысяч участников. Так в цифрах выглядит Всемирный молодежный фестиваль, который проходил в Сочи в начале марта. Посетили его и активисты из Владимирской области. В делегацию от региона вошли более 100 человек. Все они лидеры в сфере образования и предпринимательства, культуры и спорта. В этом году фестиваль впервые проходил на территории образовательной площадки «Сириус». Попасть туда было непросто. В списке требований, коммуникабельность, умение работать в команде и знание иностранных языков. Попали действительно самые лучшие. Это чувствовалось на протяжении всего фестиваля. Любое общение, которое там завелось, оно было умным, интеллектуальным и обмен опытом был вообще везде. Оно даже было в столовой. Кушали с иностранными коллегами, товарищами. Уже там начиналось какое-то очень интересное общение. Курьезные случаи и интересные истории с фестиваля его участники рассказали главе региона Александру Авдееву. Например, как взяли шефство над делегациями республики Чад, Омана и Израиля. В какой-то момент пришлось объяснять новым друзьям, что столица нашего региона названа не в честь действующего президента. Ведь ей более тысячи лет. Губернатор отметил все это бесценный опыт. На уровне как раз вас, молодых людей, как раз и формируются те взаимоотношения, которые будут дальше формировать отношения между странами, между городами, между друзьями. В будущем это уникальный шанс. Поэтому то, что наша команда съездила туда, вас поздравляю. В этом году спикерами на фестивале были политики, общественники, актеры и спортсмены. Каждый день участники посещали марафоны и выставки, карнавалы и круглые столы. Я ходил на лекцию к Александру Александровичу Карелину. Вам лично это привет. И передал вам потом. Почему вы к ним не можете прожить с самым профессиональным спортом занимались. Мне интересно знакомиться с олимпийскими чемпионами. Участники утверждают, во Владимирскую область они привезли не только теплую атмосферу фестиваля, но и десятки новых идей, которые не терпится воплотить в жизнь. Оксана Любимова, Марина Елькина и Артем Михайлюта. Погружение в профессию с помощью современных технологий. Владимирский филиал Фонда защитники Отечества проводит для детей участников СВО выездные акции в центре занятости. В VR-студии для ребят устраивают игровые тренинги по профориентации, а с помощью тестирования помогают больше узнать о своих способностях. Фильмы с погружением в виртуальную реальность знакомят детей с различными специальностями и отраслями промышленности, а также позволяют выбрать будущую профессию. Они смотрят фильм с погружением в виртуальную реальность об отраслях профессий, какие есть отрасли вообще. Так как наше общество динамично развивается, появляются новые профессии, появляются целые новые отрасли. И чтобы быть в курсе событий, чтобы выбрать правильную профессию, нужно ориентироваться, какие вообще есть профессии сейчас, какие актуальны, какие появятся новые профессии через 5-10 лет. Поэтому мы знакомы школьников с миром профессии. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно сегодня в 19.00. Не пропустите. Продолжение следует...